Здравствуйте! Это прямой эфир, программа в центре внимания в студии Виктория Лобецкая. И сегодня в течение получаса мы будем обсуждать, какие экономические вехи, самые основные, произошли после саммита АТС, то есть почти за пять минувших лет. И я представляю гостей нашей студии. Во-первых, это Марина Шемилина, уполномоченная по защите прав предпринимателей в Приморском крае. Мария Анатольевна, приветствую. Далее Алексей Тимченко, председатель Приморского отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Алексей Павлович, здравствуйте. Добрый вечер. И Елена Кузнецова, заместитель директора Департамента экономики и развития и предпринимательства Приморского края. Елена Анатольевна, приветствую. Ну что ж, и, пожалуй, первый свой вопрос я как раз и адресую вам, Елена Анатольевна, поскольку здесь, в этой студии, вы представляете экономический блок. Так вот, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какие, собственно говоря, интересные экономические моменты произошли в Приморье за минувшие пять лет, которые действительно всколыхнули экономику Приморского края? В первую очередь хочу отметить, что у нас появились за эти пять лет не только определенные результаты в экономической жизни края, но и новые инструменты развития, которые помогают нам в дальнейшем опираться на экономическое развитие, произошел рост валово-оригинального продукта. Отмечен рост в определенных отраслях. Это и рыболовство, и производство пищевых продуктов, и обрабатывающее производство. Но основные изменения, которые произошли в экономике края, это, конечно, новые инструменты. Это территория опережающего развития, свободный порт Владивосток. Все эти инструменты позволяют нам в перспективе развития края предполагать, что они дадут свой результат, повлияют и на комфортное проживание жителей края на территории, а также способствуют развитию экономики и развитию предприятий. Кроме того, хочу отметить новый инструмент «Дальневосточный гектар». Тоже имеет немаловажное значение в развитии экономики. Он влияет не только на затупление населения на территории края, но и будет способствовать и развитию предприятий края. Я думаю, что это основные изменения, ключевые, которые были в развитии экономики, и которые будут в дальнейшем нам приносить только положительные результаты и прирост валов оригинального продукта, и закрепление населения на территории края, а также рост занятости и снижение безработицы края. Елена Анатольевна, благодарю. В любом случае, сейчас хотелось бы, чтобы подключилась и Марина Анатольевна, и вы, Алексей Павлович, потому что здесь вы представляете предпринимательское сообщество, и в любом случае все те экономические трансформации, которые происходят на территории Приморского края, они, естественно, откладываются на предпринимателях. Здесь даже наверняка есть прямая взаимосвязь. Поэтому, Марина Анатольевна, вам слово в отношении делового климата. Насколько здесь также заметны серьезные сдвиги? Я хотела бы в первую очередь заметить, что для любого инвестора и предпринимателя очень важно понимать и знать, что ведение бизнеса на той или иной территории безопасно. И как раз для того, чтобы были соблюдены гарантии защиты прав предпринимателей на территории Приморского края, первым среди субъектов Дальневосточно-федерального округа был создан Институт уполномоченных по защите прав предпринимателей. Это уже говорит о приоритете региональной власти. Для власти важно, чтобы бизнес чувствовал себя на территории безопасно. Причем, я здесь позволю вас перебить, насколько я знаю, этот институт уполномоченный, который вы представляете, руководите, был создан одним из первых в Дальневосточно-федеральном округе. Мы были первыми в Дальневосточно-федеральном округе и в числе 15 первых среди субъектов Российской Федерации. Мы каждый год проводим анкетирование. И вот последнее анкетирование, которое мы провели, нам показали, мы поставили вопрос, как раз спросили предпринимателей, как вы считаете, какова ситуация экономическая сегодня в Приморском крае. И вы знаете, несмотря на нестабильность экономической ситуации в целом по России, большая часть предпринимателей, которых мы опрашивали, определили сегодня экономическую ситуацию в Приморье как стабильную. Я думаю, что это тоже результат тех начинаний, о которых говорила Елена Анатольевна. Алексей Павлович, пожалуйста, присоединяйтесь. Да, добрый день, друзья. На самом деле, я бы еще отметил, что сейчас Приморский край находится в таком, знаете, рубеже перемен. Потому что вот эти вещи, о которых мы говорили, свободный порт, торрель, даже можно конкретные примеры привести. Допустим, вот совсем недавно уже, я знаю, это будет действовать. Это то, что иностранные граждане для бизнеса могут приезжать без визово. Потрясающая вещь. Не надо будет оформлять большое количество документов, приезжать, смотреть, потому что очень много инвесторов из-за рубежа интересуются свободным портом. Дальнего источника, я знаю, что появляются коллективные заявки. Люди намерены использовать для бизнеса, для малого бизнеса. У нас Приморский край создан для развития, потому что вокруг огромное количество стран, порядка 400 миллионов человек живет. Это огромный экспортный потенциал. Поэтому у нас развивается сельское хозяйство, животноводство, знаете, огромное количество прирост свинины, птицы. То есть это потрясающие вещи, которые сейчас происходят. И, конечно, бизнес видит эту ситуацию, вовлекается. Это большое количество предприятий с Запада приезжает сюда, начинает работать. Поэтому, конечно, безусловно, это большой-большой положительный эффект для нашего края. Да, и мне нравится еще, вы знаете, тот немаловажный фактор. В одном из интервью губернатора Приморского края об этом говорил, что действительно наплыв иностранных инвесторов, он имеет место быть. И для них же, и для инвесторов российских созданы, собственно говоря, все условия для того, чтобы работать было комфортно. В частности, это вот те условия, на которых и реализуется закон о свободном порте Владивосток, где есть очень серьезные таможенные налоговые послабления. На самом деле, основной аспект – это снижение нагрузки на социальные налоги. Если раньше было более 30%, то для резидента свободного порта это 7,6%. Конечно, вам можно взять большее количество людей, платить им более высокую зарплату, и это хорошо. Налог на прибыль. Платить практически 5 лет не платится вообще. Предприятия освобождены от налога на имущество и в некоторых случаях от земельного налога. Конечно, конкурентоспособной наша продукция становится все чаще и чаще, потому что конкурировать с Западом до этого было очень тяжело. Мы делали анализ, наша продукция стоила всегда на 15% дороже, чем с Запада, уже привезенная сюда. При таких условиях, когда в свободном порте даются такие льготы, наша продукция начинает конкурировать на экспорт, начинает конкурировать на внутреннем рынке и, конечно же, конкурировать на Западе. Поэтому это хорошо. Вот, Алексей Павлович, вы подметили вот эти нюансы, связанные с такими масштабными федеральными законами, как свободный порт и территория опережающего развития. Но вот вы, Марина Анатольевна, можете как раз отметить и то, что принимается и работает на территории Приморского края. Есть же тоже наши законы Приморского края, касающиеся налогообложения. Да, спасибо, Виктория. Я только что хотела сказать о том, что мы много говорим о свободном порте, о территориях опережающего развития и как-то, наверное, вот меньше говорим о тех нормах, которые приняты и действуют у нас на территории Приморского края, именно только Приморского края, наши региональные законы. Это и налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных. Это и налоговые каникулы для региональных инвесторов, которые не являются резидентами порта или торов, они просто реализуют инвестиционный проект, они точно так же могут пользоваться льготами, там есть различие, 3 года и 5 лет. Вот эти законы, они, на мой взгляд, реализуются вот как-то, наверное, не так активно бы, как хотелось. Не знаю, может быть, предприниматели недостаточно знакомы с ними, а может быть, не устраивают виды деятельности. То есть я думаю, что нам с администрацией края нужно поработать над этим, но законы такие есть, и предприниматели, конечно, должны знать и должны пользоваться. Кроме этого, у нас принимаются и другие законы, принимаются новые виды поддержки. У нас сегодня, опять же, вот на основе анкетирования, я могу сказать, что большее недовольство сегодня предприниматели высказывают в адрес федеральной власти. Именно в части очень частого изменения законодательства, очень частого введения новых требований, которые влекут за собой новые издержки. Это вот все федеральное законодательство, а на региональном уровне мы пытаемся как-то сгладить эти издержки. Так был введен новый вид поддержки, как возмещение по ХАСПу, затрат по ХАСПу. То есть это вот как раз на уровне регионального законодательства, чтобы сгладить ситуацию с такими очень жесткими требованиями. Буквально недавно у нас принято, 2 марта, принято постановление губернатора, постановление администрации Приморского края, который определил перечень населенных пунктов, где применяются новые онлайн-кассы без фискальной передачи. Это очень важное для бизнеса постановление. И я прошу всех предпринимателей ознакомиться с ним. Там очень большой перечень населенных пунктов. Поэтому предпринимателям, наверное, нужно повнимательнее смотреть наше региональное законодательство, там можно найти очень много чего для себя интересного. Благодарю. Елена Анатольевна, скажите еще, пожалуйста, о таком моменте. Мы говорим о том, что в числе резидентов свободного порта все больше и больше и заявок и уже действующих резидентов. И мои коллеги, и я, собственно, мы выезжаем на съемки, где как раз видим уже реальное производство. Почему все-таки инвестор к нам идет? Ну, ведь Россия, в принципе, особенная территория, своенравная страна, огромная, со своими особенностями. Я уж не говорю о культуре и традициях, но и экономика, и финансы у нас есть свои нюансы. Тем не менее, все-таки инвестор к нам заходит и активно вовлекается во всю деятельность. Ну, вот Алексей Павлович упоминал об этом. Наше географическое положение все-таки. Мы находимся в окружении, со времен проводилось исследование, золотого миллиарда мы это называем, то есть страны Азиатско-Текианского региона. Там есть и рынок потребления продукции, там есть и рынок, куда мы можем свою продукцию, экспорт поставлять. То есть, в первую очередь, это наше географическое положение. Во-вторых, все-таки инфраструктура, и которая была создана к саммиту ОТЭС, и которая развивается независимо от этого мероприятия. То есть, здесь необходимо отметить и транспортный коридор МТК-1, МТК-2. Здесь необходимо отметить новые автодороговые высоконаходки в Порт-Восточной. В МТК в свое время было принято решение четырехполосную дорогу сделать. Это, конечно, инфраструктура, это, наверное, и географическое положение. Это то, что в первую очередь привлекает, становится конкурентным свободный Порт-Владивосток. Безусловно, все механизмы, которые действуют, и налоговые преференции, и таможенные преференции, это те механизмы, которые привлекают инвестора. Но все-таки инвестор смотрит в комплексе, да, и те инструменты, которые есть на территории края, он рассматривает в комплексе. То есть, ну вот, несколько факторов, которые влияют на повышенную, наверное, какове-то способность, и все-таки первые успехи у нас есть в свободном Порт-Владивостоке. Благодарю, Леонид Анатольевна. Алексей Павлович, вы добавьте, пожалуйста, потому что вы общаетесь с предпринимателем. Вы понимаете, писающая площадка, которая только возникла. Два года проводится выход. Восточный вектор – это государственная политика. Огромное количество внимания притянуто к Приморью, к Дальнему Востоку. Огромное количество людей приезжает сюда, первое лицо государства, первое лицо иностранного государства. То есть, вот эта история, она очень хороша для развития бизнеса и инвестиционной привлекательности. Потому что это залог того, что раз государство обращает внимание на развитие этой территории, здесь будет все хорошо. Но это основной фактор. А вот еще бы я хотел к Марии Антоновне добавить. Все эти законы, федеральные, региональные, разница в том, что сейчас и бизнес принимает честь, и в их формировании. Мы постоянно находимся в контакте, в том числе и с Марией Анатоновной, и с администрацией края. И постоянно, даже в свободный порт, мы ездили на нулевые слушания в общественную палату, мы принимали участие в его формировании здесь. Несколько раз приезжали представители министерств, ведомств, которые слушали нас. При администрации края создано 17 экспертных советов общественных. Каждый раз мы садимся, обсуждаем какие-то вещи, связанные с... То есть, насколько я правильно понимаю, вы сейчас говорите о тесном взаимодействии власти и бизнес-структур, в том самом диалоге. Вы продолжите о нем рассказывать чуть позже, потому что мы выслушаем телезрителя. Здравствуйте, пожалуйста, мы в прямом эфире, слушаем ваш вопрос или мнение. И представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, добрый вечер, меня зовут Алексей. Очень приятно, я ваш коллега, я директор Агреса из Камчатского края, Петропавловск, Камчатки. Вот в командировке здесь нахожусь. Вот я сейчас в гостинку включился, не видел, я смотрю такую замечательную передачу, очень понравилось мне. У меня вот в принципе вопрос о развитии вот этого всего дела, о чем мы так все вместе говорим. Знаете, что регионы наши развиваются, все говорится. Прежде вопрос к Алексею, потому что по линии деловой России, да, у нас тоже там есть отделение, но как-то он не особо работает. И вопрос ко всем. Как вы собираетесь взаимодействовать с регионами? Торг, Павловск, 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 это все хорошо. Есть ли какие-то там договоренности, подписаны ли они, или еще пока только на стадии договоренности, согласования и так далее и тому подобное. Очень бы хотелось узнать, потому что вот нам, с Владимиром Восточником, особенно мы находимся, то есть вообще на краю земли, да, Петропавловске, Камчатском, на Камчатке там, как говорится, очень сложно. Здесь попроще немножко, но тем не менее, вот вопрос такой, как будем взаимодействовать. Спасибо, Алексей, за ваше мнение, за звонок интересный. Ну что ж, Алексей Николаевич, пожалуйста. Да, на самом деле, Владивосток является, наверное, самым притягательным с точки зрения привлечения предпринимателей. То есть, если здесь Владивосток, то Владивосток их совершенно больше всего, бизнеса. Поэтому, безусловно, деловая активность в Владивостоке выше. Я уверен, что и в Камчатке есть бизнес-объединения, которые решают эти задачи и участвуют в обсуждении тех или иных законопроектов. Безусловно. Вам практически в прямом эфире поступила просьба взаимодействовать более тесным образом, Алексей Павлович. Ну вот у нас, в Приморском крае, это достаточно тесно происходит. Вот я возглавляю, являясь представителем Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при губернаторе Приморского края. То есть, мы постоянно обсуждаем вопросы, как в дальнем точке гектара. Буквально недавно у нас было большое расширенное совещание, где, я бы сказал, обсуждение, да, где мы обсуждали те проблемы, которые есть, и как это улучшить. Вот, безусловно, в чем плюс? Садятся за один стол бизнес и власть, и говорят, какие проблемы, как их решить. Открыто, доступно и без каких-то купюр. Вот это важно. Может быть, стоит позвонить своему коллеге из отделения Петропавловска-Камчатского и как-то здесь не поработать. Конечно, Мария Анатольевна. Хочу добавить еще, я согласна и поддерживаю то, что сказал Алексей Павлович, и хочу еще добавить, то, что действительно у нас Приморский край уникален тем, что у нас на сегодня все предпринимательские объединения достаточно дружны между собой. Они координируют свою позицию. Мы вырабатываем, собираемся очень часто и уполномочены тоже вместе с предпринимательским объединением. Мы вот сейчас стали проводить «Чай по средам», где собираемся с руководителем предпринимательских объединений и обсуждаем как раз наши позиции по тем или иным вопросам. Я думаю, что это хороший пример для того, чтобы транслировать это в других регионах. Кроме этого, я хочу рассказать практику Института уполномоченных по защите прав предпринимателей. Мы на уровне ДФО создали свой координационный совет, и мы всегда вырабатываем единую позицию по тем или иным вопросам, в том числе и защиты прав предпринимателей. Мы создали единую экспертную базу для Дальневосточных, потому что у нас, может быть, есть эксперты больше в одной отрасли. На Камчатке по другой отрасли, поэтому мы создали единую экспертную базу. Поэтому я думаю, что все в руках предпринимательских объединений. То есть вы сейчас, проговорив вот эту всю информацию, в принципе, доказываете еще один очень важный постулат, или, собственно говоря, данность, что взаимодействовать, общаться, выходить на телебоинные публичные выступления и доносить информацию в негативном ключе, если есть какие-то проблемы, или в позитивном, это просто необходимо в данном контексте. Продолжим разговор, а пока вы слушаем телезрителя. Пожалуйста, мы вас слушаем, ваше мнение или вопрос. И представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать, что при начале эфира вы брали интервью, вы брали интервью у вице-губернатора Примосского края, который курирует эти вопросы. И он в числе вот этих инструментов развития, помимо свободного проекта Владивосток, территории приезжающего развития, помню через вам или особую, или свободную экономическую зону. У меня такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, если можно, вот что объединяет вот эти три инструмента, то есть тот, свободный походный восток, и если есть особая или свободная экономическая зона, в плане вот, опять-таки, какой же политический налоговых и, значит, таможенных и льгот. Спасибо. Спасибо вам большое за упоминание об этом моменте. Елена Анатольевна, пожалуйста, да, действительно, свободная экономическая зона у нас есть на базе СОЛЕРС, она существует, она действует. Единственное, что механизмы эти инструменты, они немножко отличаются друг от друга. То есть те механизмы поддержки, которые есть в рамках территории, приезжающей в развитии свободного порта Владивосток, они отличаются от особой экономической зоны. Вот, но имеют место быть налоговых преференций в особой экономической зоне. Особая экономическая зона – это действие определенного президента в этой особой зоне. Вот, то есть свободный порт Владивостока, территория, опережающая развитие, вхождение туда – совершенно другой инструмент, совершенно другой регулятор этого процесса, то есть территория, опережающая развитие свободного порта Владивостока. Это инструмент, который реализуют корпорации развития Дальнего Востока. Это особая экономическая зона, это инструмент, который реализуется именно эконом-развитие напрямую. То есть это разные инструменты, но они создают преференции и особые условия существования бизнеса на этих территориях. Алексей Павлович, есть что-то добавить? Я бы еще добавил различия между ТОРом, территориями опережающего развития, и свободным портом Владивосток. Дело в том, что в рамках ТОРа, допустим, надежности ТОРа, выделяются земельные участки управляющих компаний, и уже на этом земельном участке компания может вести свою деятельность. Это определенным образом ограниченная территория по гектарам, где создается вся инфраструктура, дорожная, инженерная, обязательно электричество, все водоотведения и так далее. Поэтому есть ТОР на Дезденске, там, допустим, сельского хозяйства, есть определенные другие форматы. Поэтому, конечно, в любом случае, все это направлено на то, чтобы привлечь сюда предпринимателя. Вот это важно. Хорошо, благодарю за этот акцент. А теперь вот мне хотелось бы еще какой момент затронуть. Мы действительно сегодня обговорили очень важные вехи, которые произошли с момента проведения саммита АТЭС в 2012 году на территории Владивостока. Это очень важные такие мощные моменты, которые действительно, как локомотив, сегодня тянут всю приморскую экономику за собой. Ну, тогда у меня возникает резонный вопрос, собственно говоря. А в связи с этими изменениями, как-то изменились ли проблемы, которые на сегодняшний момент тревожат или будоражат предпринимателей? Как-то другие ли, может быть, акценты? Я так понимаю, вопрос ко мне. Да, вопрос к вам, Марина Анатольевна. Ну, Алексей, конечно. Понятно, потому что именно ко мне поступают обращения от предпринимателей, когда у них возникают проблемы. Я опять же хотела вернуться к результатам анкетирования, которые мы проводили. Вот по итогам этого анкетирования у нас на первое место предприниматели выставили такую проблему, как рост цены тарифов. И снижение покупательской способности. Это вот уже второй год подряд на первом месте именно вот эта проблема. Далее идет доступ к финансам, недостаточно развитая инфраструктура. И хочу отметить особенность последнего анкетирования, что нас очень радует. Это проблема контрольно-надзорного прессинга. Она у нас заняла седьмое место. Это вот, по крайней мере, за последние четыре года впервые она всегда не покидала тройку лидеров проблем. Сегодня она на седьмом месте. И я думаю, что это итог как раз вот системной работы контрольно-надзорной реформы контрольно-надзорной деятельности. У нас 1 января прошлого года действуют надзорные каникулы. У нас в прошлом году плановые проверки уменьшились на 50%. В этом году уменьшились на 50% плановые проверки. У нас приняты отдельные нормативные акты, которые изменяют порядок проведения внеплановых проверок. У нас вот буквально недавно принят поправка в закон даже о прокуратуре, где сейчас регламентируются проверки даже органов прокуратуры. Поэтому вот это движение в правильном направлении и радует, что все-таки предприниматели на себе это ощущают. Алексей Павлович, пожалуйста, допомните, ощущают ли на себе действительно вот такие изменения предпринимателей или есть еще некоторые моменты? Я бы хотел сказать, в принципе, зачем бизнес объединяется. Он объединяется для того, чтобы более качественно оценить те риски и те проблемы, которые возникают. Потому что чем больше бизнес объединений предпринимателей, тем более качественная будет экспертная оценка. Более того, об этом можно говорить, что предприятия занимаются лоббизмом. То есть они отстаивают интересы той или иной отрасли или целой группы предпринимателей, которые в том числе благоприятно повлияют на жизнь приморцев. Ну, допустим, вот недавно, как вы знаете, принято постановление президента о выравнивании тарифов между Дальним Востоком и Центральной Частью России. Безусловно, это для бизнеса хорошо, потому что тариф станет меньше на электроэнергию, тем самым себестоимость продукции, продавая его в магазинах, уменьшится. И, конечно, в этом есть, я считаю, заслуга бизнеса, который постоянно об этом говорит, говорит, в числе и Мария Анатольевна, доказывая, что тариф должен снижаться. Невозможно конкурировать, когда в Центральной Части России один тариф, здесь другой. Алексей, наверное, в следующем году у нас проблема уже с ростом тарифов не будет на первом месте. Я думаю, да. Поэтому, конечно, мы постоянно отстаиваем свои позиции для того, чтобы бизнес развивался. Если мы не будем отстаивать свои позиции, не будем тесно взаимодействовать с властью, то, конечно, можно было бы говорить о каких-то проблемах. Но я считаю, что если есть диалог, если есть хорошие, интересные предложения от бизнеса, которые учитываются, мне кажется, это не проблема, а трудность, которую мы постепенно преодолеваем. Вот это важно понимать. Бизнес всегда, понимаете, это трудность. Предприниматель всегда находится в состоянии стресса. Поэтому, конечно, мы говорим о том, что у нас нет трудностей. У нас только есть пока те задачи, которые предстоит решить. Ну, Виктория, я еще хотела добавить, я говоря о проблемах или трудностях, да, как угодно их назовите. Но они, тем не менее, все равно у нас есть. И я думаю, что очень важно, чтобы власть не только слушала, но и слышала об этих проблемах и принимала какие-то меры к их решению. И я думаю, что сегодня тоже такой инструмент есть. Сегодня в администрации края реализуются дорожные карты. Сейчас уже приняты и целевые модели, которые как раз направлены на ликвидацию различных административных препонов, чрезмерного регулирования, сокращение срока для получения разрешительных документов. И здесь очень важно, опять же, чтобы предпринимательское сообщество очень активно участвовало в реализации этих дорожных карт. Потому что без участия, без предпринимательского сообщества, без обратной связи невозможно будет качественно и эффективно решиться эти проблемы. Вот это очень важный фактор. И сегодня вот, и говорили про диалог, и я сегодня говорю о том, хочу подчеркнуть, что важно, чтобы этот диалог был не просто поговорили и разошлись, а чтобы поговорили и услышали друг друга. Мария Анатольевна, так вот давайте мы сейчас как раз и послушаем Елену Анатольевну, что она нам скажет. Вы слышите сегодня бизнес? Насколько хорошо вы внемлите его просьбам, требованиям или каким-то таким благим начинаниям? Как вы реагируете? Я хочу сказать, что эта работа строится не первый год. И, естественно, все дорожные карты, которые были приняты в этом году, в прошлом году, и целевые модели, они принимаются только с участием бизнеса. То есть по разработке дорожных карт, которые принимались в прошлом году, порядка 100 с лишним замечаний от бизнеса мы получили в рамках дорожных карт. То есть это было 7 дорожных карт по 7 направлениям. То есть мы хотим сказать, что да, некоторые замечания бизнеса невозможно было реализовать, но большая их часть была учтена именно в дорожной карте. То есть это не документ, который делал суровый чиновник для себя в пользу и себе облегчить работу. Это документ, который делался во взаимодействии с бизнесом и который реализуется для бизнеса, а не для чиновника облегчения их работы. То есть в первую очередь национальный рейтинг социально-инвесионного климата – это работа, которая ведется для бизнеса, а не для работников администрации Приморского края. То есть здесь без диалога совершенно невозможно и нереализуемые документы будут. То есть бизнес не только дает свое предложение, бизнес потом оценивает те действия, которые сделала администрация Приморского края. Ирина Анатольевна, но все-таки диалог этот идет на каких? На таких нормальных деловых взаимоотношениях и общениях. Бывают такие, знаете ли, нотки каких-то возмущений и негодования. Ну как же так? Вот мы вам говорим об этом, вы нас не слышите. Ну, может ли, невозможно что-то изменить? Нет, диалог конструктивный, никакого негодования не с нашей стороны. Я думаю, что бизнес, наверное, может быть в процессе обсуждения, там нотки какие-то могут всплывать, но в рамках конструктивного диалога мы выходим на ту позицию, которая должна быть реализована, которая может быть реализована, вот, в том или ином периоде. Поэтому здесь диалог действительно очень конструктивный. Аксей Павлович, пожалуйста. Я вот про формат. Как вы знаете, уже второй год подряд, Деловая Россия при участии всех бизнес-объединений проводит ежегодную встречу с губернатором. То есть я сразу скажу телезрителям, кто занимается бизнесом, у нас на сайте Деловая Россия прям есть окошечко, куда можно написать письмо, задая вопрос губернатору. И это письмо обязательно попадет в департамент экономики, где будет на дальнейшую встречу учтена эта позиция, этот вопрос. Вопросы разные возникали. Они возникают как жалобы, что в каких-то случаях они выделяются земельные участки, допустим. Они возникают как предложения по развитию агломерации, по привлечению человеческих ресурсов. То есть настолько многогрант, по рыбной отрасли. И вот что приятно, по итогам встречи, которая прошла в декабре месяце, прошлого года, было рождено 17 поручений губернатора, который отрабатывается, я знаю, да, не дашь мне соврать. И Анатольевна, то есть это хорошо, потому что я вам скажу, что там был открытый диалог. Были иногда эмоциональные какие-то речи, иногда не совсем, может быть, по адресу вопроса, но в целом я считаю, что это еще один формат позитивный, который про разговор, как воспринимается. Очень хорошо, я считаю. Ну что ж, участники нашей программы, Марина Анатольевна, Елена Анатольевна и вы, Алексей Павлович, я благодарю вас за участие в программе. Должна сказать, она у нас прошла в таком позитиве, но и пусть будет таким образом. Поскольку вы сегодня обозначили, Елена Анатольевна, конкретные вехи, которые произошли, вы отметили региональные изменения, и о диалоге власти и бизнеса прозвучало сегодня много слов, но насколько я понимаю, главное это то, что вы коммуницируете вместе и слышите друг друга, что может быть еще важнее. Ну что ж, процесс развития экономической составляющей Приморского края идет, его не остановить, вперед и только так держать. Спасибо за внимание, это была программа Центр внимания. Всего доброго, до свидания.